Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в прямом эфире телеканала Союз. Меня зовут Надежда Калинина. Бой у высоты 776 в Аргунском ущелье – один из самых трагичных эпизодов Чеченской войны. 28 февраля 2000 года 90 бойцов 104 полка 76-й парашютно-десантной дивизии ВДВ столкнулись с группой боевиков численностью около 2,5 тысяч человек. В следующие два дня в бою героически погиб почти весь состав 6-й роты псковских десантников и те, кто сумел прийти к ним на помощь. В живых остались 6 человек. Участников той схватки порой ставят в один ряд с защитниками Брестской крепости. Русских воинов, которые не сдались, будут вспоминать сегодня в городе на Неве. Подробности у Анны Шишминцевой. Аня, добрый день! Добрый день, Надя! Здравствуйте, уважаемые наши телезрители! Родами из Петербурга и Ленобласти почти 15 погибших героев. В их честь устанавливают памятники и мемориальные доски, называют школы и улицы, создают экспозиции. Что за событие ожидается сегодня? Да, к 20-летию подвига псковских десантников. Патриотическое православное объединение Александра Невской лавры «Зажги в себе свечу» сегодня организует вечер памяти. И подробнее об этом я поговорю с художественным руководителем проекта Ангелиной Слободчиковой. Ангелина, добрый день! Для начала расскажите, пожалуйста, нам о тех, кому будет посвящен сегодняшний вечер. Добрый день! Сегодняшний вечер посвящен псковским десантникам 6-я рота. В 2000 году встали на пути 2,5 тысяч бандитов. Всего 90 наших ребят и ценой своей жизни остановили эту обезумевшую, многократно превышающую их по численности толпу. В живых осталось всего шестеро ребят. Ребятам предлагали деньги для того, чтобы пройти тихо. Они отказались, хотя среди них многим было всего по 19 лет. Они остались верными памяти своих прадедов, и дедов, которые также защищали свое отечество, как и они в свое время встали, в 2000 году. Как будет проходить сегодняшнее мероприятие? Я знаю, что не только сегодня вы вспоминаете героев. Нашему творческому объединению уже 5 лет. И 5 лет мы каждый год проводим вечера памяти, встречи с выпускниками, с школьниками, со студентами Санкт-Петербурга. Для того, чтобы этот подвиг жил не только в наших сердцах, но и в сердцах тех, кто сейчас у нас является нашим будущим. И не только жил, но и передавался. Так как от свечи передается от сердца к сердцу, от свечи к свече, от подвига рождается подвиг. Так мы пытаемся, чтобы память передавалась от сердца к сердцу. Мы проводили в этом году, 2 марта, мероприятие в музее. Они защищали свое отечество, посвященное тоже памяти. В этом году 20 лет такая дата памяти наших псковских десантников. Там присутствовали ученики 9-10-11 классов, 211 лицея. Присутствовали, очень много ветеранов присутствовало. И, конечно же, все вместе мы почтили память ребят. И то же самое сегодня будем делать здесь, в Духовно-просветительском центре Александра Невской Лавры. Мы зажжем свечи памяти, верности, любви. Перед вами будут выступать авторы-исполнители, лауреаты международных конкурсов с песнями, которые будут посвящаться подвигу ребят. И, конечно, мы и помолимся. Будут интересные кадры, кинохроники представлены. Но самое главное – это то, что мы соборно еще раз скажем, что мы помним, а значит, мы живы и чтим память тех, кто отдал за нас свои жизни. Что Родина не забывает их имен. И они всегда будут в наших сердцах. Можем пригласить жителей и гостей Петербурга посетить сегодняшний вечер? Конечно, с радостью приглашаем всех жителей Санкт-Петербурга посетить сегодняшний вечер. Мероприятие у нас начнется в 18.00. Вход по пригласительным билетам. Но если кто-то из телезрителей придет, мы будем очень рады. И мы, конечно, найдем для него место и проведем в зал. И я считаю, что это наш долг, оставив все свои дела, прийти и склонить головы перед подвигом наших ребят. Потому что это того достойно. Это то, что мы можем сделать и то, что мы должны сделать. Спасибо большое, Ангелина. Мы, конечно, присоединяемся к этому приглашению. Надя. Спасибо, Аня. Солдаты и офицеры 6-й роты – это пример силы человеческого духа. Псковские десантники остались верны родине и присяге, когда вокруг, как говорил царь страстотерпец Николай II, были измена, трусость и обман. О другом трагическом событии, также связанном с Псковской землей, поговорим далее. В предстоящее воскресенье мы будем отмечать День памяти иконы Божией Матери Державная. Святой образ был обретен 2 марта по старому стилю, а по новому – 15 марта, когда под Псковом произошел государственный переворот, и император Николай II был отстранен от престола. Свержение монарха было подготовлено, ему способствовало много внутренних и внешних факторов. Какие же пути привели к тому, что монархия оказалась поверженной, а Россия, втянутая в революцию и братоубийственную гражданскую войну? Почему государь не подавил заговор 1917 года? Об этом рассуждают историки и публицист, кандидат исторических наук Петр Мультатулли. Ситуация была очень сложной, и нужно было преодолеть этот очень опасный рубеж. Весну дотянуть до весны 1917 года, когда мы должны были перейти в наступление. И если бы страна дошла до этого, до наступления, то уже никакие революции были бы невозможны. И можно было бы совершенно спокойно давить революцию. Дело в том, что практически все заговорщики – это же не революция, это же не народная революция, нужно понимать, народ никакого участия в этом не принимал. Так вот, за разными группами заговорщиков стояли определенные силы Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Косвенно и Германии, но в основном вот этих двух сил, двух стран. Дело в том, что и в Англии, и в Штатах, особенно в Англии, в 1916 году приходят к власти вот именно силы, ориентированные на глобальное господство. Это Ллойд Джордж, это Мильнер, это Бьюкенен, это целый ряд этих людей. И вот они как раз будут стоять за февральским переворотом по многому. И вот эта вся эта группа заговорщиков, она была ориентирована на них. Другая часть группы заговорщиков, в том числе и Керенский, были ориентированы, в том числе и Троцкий, кстати говоря. Но Уолл-стрит, но Троцкий позже будет. Керенский, это, конечно, человек Уолл-стрита. Вот в той или иной мере это касается и Гучкова, и вообще всех. И вот для государя было очень важно вот этот момент пройти, аккуратно пройти. Если бы начались прямые репрессии в отношении оппозиции, это ни к чему бы не привело, кроме как резкого обострения внутреннего положения. Так как, еще раз хочу сказать, эта оппозиция была представлена и в военно-промышленных комитетах, и она была представлена и в земгорах, так называемых. Она была представлена всюду. И это не вопрос того, что там прозевал Николай Второй или не прозевал. Дело в том, что такая складывалась ситуация в стране, в обществе. Бороться с обществом вообще полностью, когда говорят, почему надо было 100 тысяч человек похоронить. Во-первых, это не православная монархия. Смысл этого существования православной монархии, если ты можешь 100 тысяч человек положить. А во-вторых, даже если бы вдруг представить себе, что вместо Николая Второго бы имел психологию, там, я не знаю, средних веков, или Иоанна Грозного, он бы не смог это сделать. Поскольку русское общество, оно хоть и было, мечтало о всяких революциях и прочей ахинеи, но при этом, оно было то общество, воспитанное на христианстве. И даже если они вернулись от христианства, оно-то все равно у них оставалось. Если бы вдруг царь начал вешать на каждом фонаре, они-то военные полевые суды восприняли с визгами, с истериками и так далее. Военные полевые суды над террористами. Они же от террористов отказывались осуждать в Думе. Чуть Думу-то распустили вторую. Отказ от осуждения терроризма. А тут бы начали вешать с кого и кого? Великих князей, что ли? Ну, не великих князей, там, Гучкова, что ли, повесили бы? Да началось бы, ну, не удержался бы Николай II на престоле, просто еще быстрее бы. Поэтому это такие обывательские рассуждения, что это чего он там не вешал, чего он не вешал. А кто вешал? Вешали и расстрелил Сталин. Но, извините, Сталин к тому времени, когда пришел к власти, прошла революция, гражданская война, чудовищные репрессии большевизма, все эти продразверстки, голоды. И общество, извините, это было не русское общество, это было зверевшее общество, поделенное на классы. Поделенное в условиях так называемой классовой борьбы, которому уже внедрили вот эту психологию звероподобную. И Сталин пользовался, это надо открыто говорить, его методы борьбы находили понимание не только в обществе, но и среди многих представителей народа. Это не надо забывать об этом. Что он мог делать в свои злодеяния потому, что общество само было злодейское по своей натуре. Оно готово было, а те, кто был не готов, их топили, ломали, убивали. Общество сначала натравливали, крестьян натравливали одних на других, рабочих натравливали на интеллигенцию, интеллигенцию загнали вообще за Можай, потом мы начали делать из нее свою интеллигенцию, армию постоянно расстреливали, чистили, даже ЛКВД постоянно чистил. То есть это была машина смерти такая. И в этих условиях Сталин делал то, что отвечало его времени. А Николай II жил в совершенно другое время, с другим народом, с другим обществом. И это просто не могло быть. Но это с одной стороны нравственно, а с другой стороны это было просто политически опасно этим заниматься. В тех конкретных условиях. И как они вспоминали, и Милюков, и там прочие деятели, что если бы дотянули бы до весны 1917 года, то победоносное наступление и колокольный звон, под которым была бы похоронена вся революция. Поэтому они спешили. Продолжение следует... Продолжение следует...